Всем привет! Вы на канале Анастасия Винтаж, и я хочу поздравить всех с Новым Годом! В первую очередь хочу пожелать всем здоровья, чтобы все, что вы загадали в эту ночь, все обязательно исполнилось. А также хочу пожелать всем мира! Пусть новый 2024 год принесет вам благополучие, мир и гармонию в жизни. Впереди долгие выходные, желаю, чтобы все провели их в кругу семьи. Ну а мы отмечали этот Новый Год вдвоем, накрыли небольшой стол, много не готовили. По традиции 31 декабря мы отмечаем вдвоем, а вот 1 января мы уже собираемся с семьей, идем к Диминым родителям. И там уже празднуем Новый Год. Видите, у нас даже свеча, загадать желание под куранты, чтобы все обязательно сбылось. Вот так вот вместе мы с Димой засервировали стол на двоих, зажгли свечи и просто наслаждались атмосферой. Сделали всего один салат, и то все не съели, и все осталось. Всю посуду выбрали, конечно же, винтажную. Все на столе винтаж, и вот такая вот красивая композиция. А дальше у нас с вами будет распаковка находок, что я успела получить до Нового Года. И сейчас мы будем с вами любоваться красотой, и все, что вам понравится в этом видео, можно приобрести. Первый лот это вот такая сырная доска для подачи закусок от известной мануфактуры Велерой Бух. У меня таких доски две штуки, и одну мы оставили себе, потому что у нас есть банка с таким декором, и также наш большой кот из серии Бенедикт. Вот такая вот прекрасная доска. Сзади есть клеймо Велерой и Бог. Прекрасная и милая серия Алаферма, где нарисованы аппетитные овощи. Морковка, лук и кукуруза. А также из этой серии есть молочник. Тоже очень милый, очень красочный декор. Очень гармонично он смотрится на кухне. Тоже заказывала для себя, но для меня объем оказался маловат. Возможно, кому-то подойдет он больше, а я буду в поисках большого. Но эта серия очень редкая. Вот эти вот предметы я искала больше года, потому что эти предметы либо очень дорогие, либо их просто нет. Потому что эта ограниченная серия выпускалась с 1996 по 1999 год. А дальше покажу прекрасные предметы от известной люксовой мануфактуры Херренд. Это венгерская мануфактура. Она на уровне Майсона. Вот такой вот интересный предмет. Я не разобрала, для чего он именно. Это либо как бульоница с крышкой, либо просто чашка с двумя ручками и с крышкой, чтобы не остывал чай. Видите, какой тонкий фарфор просвечивается насквозь. Это все ручная роспись. Так же, как и Майсон. Это мануфактура все расписывает вручную. Весь их фарфор исключительно ручная роспись. Здесь есть клеймо в тесте и просто подпись художника. Вот здесь сбоку. Надеюсь, камера передает. Клеймо в тесте и подпись художника. Так же есть цифры в тесте. Вот такой вот интересный предмет. Но, мне кажется, больше похоже, конечно, на чашечку. С двумя ручками. И чтобы у вас быстро не остывал чай, можно его накрыть крышечкой. Здесь роза наверху. Это тоже все ручная роспись. И все в целости и сохранности. Потому что бывает, что вот этот вот изгиб у стебелька немножко отколот. Но здесь все прекрасно. Еще одна прекрасная банбоньерка, шкатулка от Herent. Тоже ручная роспись. Очень красочные синие цветы. Похожи на синие ромашки. И посмотрите, какой хороший у нее размер. Диаметр 11,5 см. Но в руках она очень объемная. Так же прекрасное состояние. На нижней части так разбросаны цветочки, как ситцевый декор. Так же есть клеймо в тесте. И подпись Herent. Такое клеймо ставилось учениками. Ученическое клеймо. То есть студенты учились расписывать. И, как правило, эти предметы все равно очень красочные. Качественная роспись. Очень красивые. И бывает даже, что такие предметы редкие. И такую же роспись сложно встретить. Здесь тоже, посмотрите, идеальное состояние розы наверху. И сама роза. У нее нет ни сколов, никаких либо дефектов. Идеальная работа. И очень красиво перекликается роза с этими ромашками. В такой бонбоньерке можно просто хранить украшения, либо поставить в сервант и любоваться. А еще у меня появилось три чайницы. Они одинаковые совершенно по форме, но у них немножко отличается декор. Покажу все по порядку. Вот такая прекрасная чайница. На самом деле редкий предмет. Довольно редко встречается. Здесь такая крышечка. Здесь тоже, видите, изображен цветок объемный. И они очень плотно закрываются. Здесь такая пробка. Мне кажется, что она даже немножко просиликоненная. И она очень плотно закрывается, что удобно хранить там чай или любые другие сыпучие продукты. Видите, нужно приложить усилия, чтобы открыть эту баночку. Высота у нее 13 сантиметров. Это деколь. Это уже не ручная роспись, но деколь довольно качественная. Это фюстенберг. И такое клеймо ставилось с 1950 по 1970 год. Видите, здесь васильки. А вот на следующей чайнице уже немножко отличается букет. А вот на третьей тоже прекрасные васильки. Но с другой стороны тоже немножко отличается букет. Чайницы продаются по отдельности. Не обязательно покупать их комплектом. Но, возможно, кто-то захочет хранить в них сыпучие продукты. Чай, кофе. Видите, здесь прекрасная сохранность позолоты. Нет потертостей. У них совершенно новое состояние. И у всех одинаково плотно сидят крышки. Все эти предметы с полным описанием, с ценами у меня есть в телеграм-канале. Все ссылки будут в первом комментарии под видео. И также в левом углу на самом видео есть название моего телеграм-канала. А у кого нет телеграма, то можно писать мне в WhatsApp телефон в первом комментарии. Вот такое замечательное блюдо. Оно уже не из тонкого фарфора. Достаточно плотный, увесистый фарфор. Потому что это 90-е годы. Но таким блюдом можно смело пользоваться. Сюда можно положить и орешки, конфетки. Что хочешь. Будет на столе смотреться очень красиво. И также на завтрак можно здесь подавать сыр, колбасу. Это немецкая мануфактура TripTis. Клипо. 1990-е. Следующий лот. Вот такие прекрасные подставки под яйца. От известной мануфактуры Велерой Бог. Достаточно редкая серия. У меня из этой серии есть шкатулка. В моей личной коллекции. И по-моему у меня из этой серии было что-то еще. Но я пока что не могу вспомнить. Если вспомню, обязательно покажу. И еще редкость состоит в том, что на этих подставках есть клеймо. Обычно у них не бывает клейма. Так как они в основном идут в сервизах. И клеймо на них не ставится. Но на этих подставках на каждой есть клеймо Велерой Бог. Очень редкая серия. Чинз. Здесь серия не подписана. Но такое вот прекрасное название. И красочный декор. Они такие немножко кремового оттенка. И у меня набор из пяти таких подставочек. Они все совершенно одинаковые. У всех одинаковый декор. И у всех есть клейма. А следующий прекрасный лот. Это вот такая роскошная ваза. Не просто ваза, а ваза от мануфактуры Мэйсон. Майсон. Это ручная роспись. Прекрасное состояние позолоты. Клеймо. Стоит под глазурное. И также есть цифры в тесте. Чудесное состояние. Без каких-либо дефектов. Покажу поближе состояние золота. Ситцевый декор. И сверху также. Без каких-либо потертостей. Прекрасное состояние. Белоснежный фарфор. А высота у вазочки 13,5 см. В этом видео я совсем забыла зажечь свечу. Для атмосферы. Думаю, так будет лучше. Посмотрите, какая большая бонбоньерка. В ней будет здорово хранить украшения. А также вообще бонбоньерка. От слова бонбон. Значит, она для хранения конфеток. Но думаю, что хранить конфетки в ней жалко. Вот такая вот чудесная у нее крышечка. Без каких-либо дефектов. Это деколь. С таким майсинским букетом. Внутри тоже прекрасное состояние. Без каких-либо потертостей. Позолоты. Диаметр у нее 13 см. Прекрасный белоснежный фарфор. Но с другой стороны сюда можно сложить конфетки. Монпансье. Это немецкая мануфактура. Это немецкая мануфактура. Райхенбах. Очень хорошая мануфактура, которая делала и делает достойные вещи. На этом еще не все. В конце я хочу, кстати, показать вам свою елку. И добавила новые игрушки на нее. А сейчас полюбуемся еще фарфором. Вот такой вот прекрасный комплект. Набор состоит из блюда. Диаметр 17 см. И оно на вот таких вот замечательных ножках. И четыре розетки. Очень похоже на Розенталь. Но это немецкая мануфактура Карлсбадер. Такое клеймо ставилось с 1940 по 1970. Четыре розетки. И у них отличаются букеты по центру. А вот сама форма мне очень напоминает Розенталь. Так как у них тоже есть такие розетки такой же формы с прорезанным фарфором и сухарницы. Но здесь очень эффектно смотрятся золотые ножки. И вот я вспомнила наконец-то, что у меня есть из серии Чинз. Это вот такой вот прекрасный Мармит. Подогрев для чая. Здесь серия Чинз. Стоит клеймо. С названием серии. Такой видите приятный оттенок айвори. Чудесное состояние. Без следов бытования. Видите, вот например, по сравнению с молочником белоснежным, Мармит более кремовый. А если мы возьмем, например, оттенка айвори в чашечку Розенталь Пампадур, то она будет гораздо темнее. То есть, сам вот Мармит и Пашотница, они такие слегка кремового оттенка. Видите, это одна серия. Такая достаточно весенняя, красочная уже. И, конечно, к этому Мармиту есть чайник. Такой же красочный, такой же прекрасный. На нем стоит клеймо. Вот такой вот. Сюда вы вставляете свечку, и у вас подогревается чай. Очень здорово, особенно вот зимой, в чайник насыпать фрукты, замороженные ягоды, облепиху, и делать теплые витаминные чаи. Такая крышка здесь с выемкой. И покажу чайник внутри. Он в совершенно прекрасном состоянии. Тоже на нем стоит клеймо. Прекрасный узор, очень его люблю. У меня, по-моему, даже две такие шкатулки есть, поменьше, побольше. И вот, представляете, вот так подать, накрыть на стол мармит с теплым чаем, сварить яйца и поставить их в подставки. Приятные глазу вещи поднимут настроение на весь день. А еще к нам пришла просто гигантская посылка с вешалками, которые мы очень долго искали, и Дима еле донес эту коробку домой. Потом у него на следующий день болела спина. Но это того стоило. Вот такие роскошные вешалки. Какие-то я забрала в нашу коллекцию, развесила платье. Какими-то вот я готова поделиться с вами. Это гобеленовые вешалки, вышитые шерстью. А сзади у них вот такая бархатная сторона. И видите, они все сзади отличаются по цвету. И у них крутятся крючки в разные стороны. Как вам удобно будет их развешивать. То есть спокойно они крутятся. Внутри они деревянные. И они выдерживают даже верхнюю одежду. У нас вот спокойно висят вещи. Тяжелые пальто, пуховики. И еще вот такие вот. Но мой фаворит, конечно, вот третий. В таком нежном голубом оттенке. Разные-разные вешалки. Можно собрать одного оттенка. Можно их смешивать. Они смотрятся очень интересно. Видите, и все тоже. Сзади они разные. По цвету. Эти вешалки, конечно, максимально небюджетные. Они очень дорогие. И я их очень долго искала. Также очень дорогая доставка выходит. И они шли к нам не один месяц. И еще одна часть вешалок. Они у меня просто все не поместились. Видите, здесь они уже такие в подборе. Почти одинаковые все. Светлые. Вот эта верхняя, она прям отличается от всех остальных. Она очень широкая, массивная. Для какой-нибудь шубы. Кто носит. И вот так они выглядят с обратной стороны. Видите, то есть они спереди, возможно, еще все плюс-минус похожи. А сзади у них все равно отличаются оттенки. Какие-то бордо, какие-то бежевые. Но мне кажется, так даже интересней. Потому что все вместе на вешалке, когда на них висит одежда, это смотрится очень интересно и красочно. А также у меня в телеграм-канале будут новогодние скидки. Хочу сделать распродажу. Так что обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не упустить. И есть вот такие прекрасные вешалки. Они уже без вышивки. Они бархатные. У них очень интересная форма. И на них удобно хранить платье. Приятные приятные оттенки. Видите, разные оттенки зеленого, бежевый, бордо. Такие все благородные цвета. Вот этот вот синий, просто роскошный глубокий цвет. И с обратной стороны они так же выглядят. То есть для перфекционистов можно взять, например, только бордо или только бежевые. Эти вешалки уже побюджетнее. В два раза. Хочу показать, как смотрятся платья на вешалках. Это на просто бархатных. У меня хранятся платья. А которые с вышивкой смотрятся вот так. Здесь у меня моя коллекция платьев. Все в таком винтажном стиле. И такие небольшие вещи радуют. И поднимают настроение. И еще плюс таких плечиков, что они будут служить долго. Они не гнутся. Ничего с ними не происходит. Как они выглядят с обратной стороны. Вот, например, на бархатной вешалке у меня висит тяжелый длинный кардиган. И еще есть такой вариант. На этих плечиках бархатных однотонных можно вышить. Вот, например, такие розочки. Смотрятся мило и интересно. И наша прекрасная елочка выкладывала видео, как мы наряжали елку. И многие там написали, что ужасная елка. Вам нужна елка больше. Или как некрасиво украшена наша елка. Но о вкусах ведь не спорят. Поэтому для нас это красивая елка. Если бы для нас это было некрасиво, наверное, мы бы ее нарядили по-другому. А так, конечно, о вкусах не спорят. Если она наряжена так, значит, нам так нравится. Я люблю большое изобилие игрушек. Каждый год у нас много появляется новых игрушек. Чем больше, тем лучше. И каждая игрушка ассоциируется с разными моментами нашей жизни. Поэтому украшать елку однотонными игрушками – это не в нашем стиле. Нам нравится, когда разные игрушки. И к нам приходили в гости Димины родители. И Димин папа рассказал, что в его детстве тоже они наряжали разными игрушками елку. И его папа всегда загадывал. Найди мне шишку. Он говорит, я маленький искал. Или найди мне Деда Мороза. И это забавно, когда есть такие теплые воспоминания. Но с последнего видео у меня появились здесь новинки. Начинаю вот с такого вот интересного щелкунчика или гусара. Я так и не разобралась. В таком розовом одеянии. Видите, он такой достаточно высокий. Большая массивная игрушка стеклянная. Меня потянуло на розовый цвет в этом году. И я добавила вот такие бархатные розовые ленты. Мне кажется, стало немножко понежнее смотреться. И еще многие поделились, как они наряжают елку, как вешают гирлянду разными способами. И одна зрительница подсказала мне, вот такие вот крючки я использую. И у меня они висели на ленте. Но она подсказала убрать ленту и сразу подвесить под игрушку. Но вот какие-то я убрала, стало гораздо лучше. А вот Веллерой Бог на красных лентах я решила оставить. Потому что тогда игрушка висит там, где я хочу. А потому что они достаточно такие маленькие. А вот большие игрушки, видите, как, например, этого щелкунчика я подвесила сразу за игрушку, за этот крючок. И тогда стало гораздо эстетичнее. Так что спасибо всем за советы. Что-то я исправила, каким-то советом я прислушалась. Многие игрушки я перевесила вот на такие крючки сразу. Оставила на лентах только Веллерой Бог. На их фирменных красных лентах. А еще у нас появилась вот такая вот прекрасная лама. Их она появилась здесь тоже не просто так. Купили мы эту ламу в гуме как раз. Вот эту вот одну игрушку мы там взяли. И я вот смонтирую видео из Сочи, покажу, почему лама. Очень мило там будет. Вот как раз на праздниках буду монтировать. А вот этот вот щелкунчик у меня ассоциируется с тем, что мы мечтаем попасть на балет-щелкунчик в Большой Театр или в Питере. К сожалению, в этом году не получилось, так как мы уезжали в Сочи. А билеты нужно покупать прямо заранее. Но ничего страшного. В следующем году, я надеюсь, получится. А еще, конечно же, у нас появился здесь символ 2024 года. Это дракончик. Очень долго я искала красивого дракона. И вот нашла такую необычную игрушку. Внизу это стекло. А вот сам дракон, скорее всего, пластик или другой какой материал. Но не стекло. Потому что долго я искала красивого дракона. И вот, когда мы наткнулись на этого огненного дракончика, конечно же, забрали его себе. Что ж, осталось только приручить этого дракона в этом году. Большое спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Я немножко разбавила ваши будни. И еще хотела показать композицию, которую я сделала. Хотела развесить здесь игрушки, но в итоге решила просто повесить бархатные бантики. Так как в этом году какой-то ажиотаж на бантики. Это Нобелес. Такие вот пахучие ветки. Всегда ставлю в вазу ветки, чтобы был запах. Так как стоит искусственная елка. И вот я решила добавить вот такие вот ветки для разнообразия. Также делитесь обратной связью. Пишите в комментариях, что в обзоре вам понравилось больше всего. И еще раз всех с Новым Годом. Желаю вам всего-всего самого наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok